Приветствую всех слушателей подкаста «Надо было покупать» от редакции «Ферквок». Что, отапали с вами первый месяц лета уже? А в том же составе в гостях ушедшей недели поговорить с вами Лена Джесс, мои коллеги Алекс Кей и Василий Смирнов. Ребят, привет вам! Привет всем! Всем привет! И у нас в гостях сегодня Георгий Вербицкий. Это профессионал в области финтех и инвестиций и основатель стартапа «Таймио». Георгий, привет! Привет всем! Привет, Елена! Привет, Василий! Привет, Александр! Спасибо. Как это? Thanks for having me. Как это говорится на английском. Спасибо, что меня позвали. Поговорим сегодня с тобой и с нашими слушателями о том, что произошло на уходящей неделе, в частности, стремительный обвал крипторынка и прогнозы участников индустрии обсудим тоже. Разберем феномен премаркетов, грустный аэрдроп от Бласта, биржевые фонды на эфир Солану, потенциальные проблемы регулирования в Арабских Эмиратах. Куда без них? Последние новости об играх кликеров, естественно, но и ваша любимая традиционная рубрика «Лидер недели, которую надо было покупать». Начнем! Пожалуй, начну я. Начнем с деда, потому что дед это, не устану повторять, что это бенчмарк рынка и куда пойдет дед, туда пойдут все. Все идут за дедом, все уважают старших. Итак, биткоин кратковременно падал ниже 60 тысяч. Почему кратковременно? Потому что я уверен, что ниже 60 тысяч умные люди покупают, а умные люди это, как правило, богатые люди, и они не дадут деду упасть гораздо ниже. Что способствовало падению биткоина? Это несколько факторов. Это я не скажу, не осмелюсь сказать, что это прям были ключевые факторы, но все-таки они могли на это повлиять. Это компенсации MTGOX, которые начнутся в июле. Повлияют ли они по факту? Не повлияют. Кто его знает? Но главное то, что эта новость немножечко напугала рынок. Возможная распродажа майнеров, ну что значит распродажа, капитуляция майнеров. Есть такой индикатор лента сложности. Вы можете погуглить и посчитать, что значит капитуляция майнеров и чем полезна лента сложности. Кстати, очень хороший индикатор. Ну и возможно в какой-то очень косвенно, очень отдаленно это продажи властями США и ФРГ конфискованных биткоинов. И мне кажется, не столько эти биткоины могут давить на рынок и на стакан крупных бирж, сколько именно сами новости о том, что правительство там сливают за бесценок. В общем, такие дела. Но я хочу немножечко пару оптимистических нот придать нашему подкасту. Учитывая, что биткоин растет не сразу после халвинга, а спустя несколько месяцев, считая, что каждая просадка ниже ключевого уровня, как сейчас 60, то это явление очень временное и ее крайне желательно, эту просадку откупать. Ну, при наличии ресурсов в виде стейблкойнов, конечно же. А для хорошего тайминга, чтобы откупать вот эти вот, так сказать, ништяки на низах, это очень может помочь популярный индикатор, это индекс страха и жадности. Простейший индикатор, но очень полезный. И, кстати, на днях впервые за продолжительное время индекс страха оказался в зоне страха. Это впервые с сентября 2023 года. Нужно ловить момент, когда этот индикатор в районе 30. Потому что в основном на бычьих рынках он показывает жадность стабильно. То есть очень хорошо покупать, простыми словами, когда основная масса паники продает. Но я все же сторонник более осторожного подхода. Это DCA, Dollar Cost Averaging, посреднение долларовой стоимости. Может потому, что лишние стейблкойны у меня бывают крайне редко. Ну, а фактор MT-Гокс я считаю значимым. Значимым это все-таки медвежий фактор. Потому что многие те, кто получат долгожданные биткоины, я думаю, большую часть полученных монет они продадут. Но опять же, я уверен, что рынок если испугается, то лишь ненадолго. И глобальный восходящий тренд это вряд ли поколебит. Как я уже говорил, что умные люди, которые обычно при этом богатые, будут откупать любые просадки. И не только я, но и наш любимый трейдер Михаэль Ван Де Поппе. Он тоже считает, что любые падения ниже 60, а там чуть ниже 60 проходит 200-дневная скользящая средняя. Это рода граница между медвежьим и бычьим рынками. В общем, любая вот такая просадочка на фоне паники всеобщей, она все-таки будет сопровождаться мощным бычьим импульсом. И медведи вряд ли нарушат цикличность рынка. Это из области фантастики. Да-да, Василий, я понимаю, ты заждался, ты хочешь привнести свою лепту. Да-да-да, хочется вот выделить как раз-таки то, что ты сказал, что на самом деле как будто бы вот эта просадка, она происходит не совсем на каких-то, скажем так, физических факторах, а больше на психологических, потому что, ну, пока поступают такие медвежьи новости, как вот, ну, МТГОКС, капитуляция майнеров, там, продажа властей. И я очень удивлен, как скачет вот этот индекс страха и жадности, то есть он там от 30, от 60 на 30 обвалился, вот сейчас на 50 почти. Василий, буквально пару слов. Я хотел бы закончить свой нарратив, оптимистичный нарратив капитуляции майнеров. Я хотел бы кое-что дополнить. Вот, повсегда полезно читать обзоры и комментарии аналитиков Глоснода, потому что это толковые ребята и известный аналитик Чек Мэйти, Глосноды, Джеймс Чек, он усомнился в капитуляции майнеров биткоинов после халвинга. Я буквально полчаса назад смотрел среднюю себестоимость добычи одного биткоина. Она даже немножко выше до сих пор текущей цены. И поэтому многие все-таки работают в убыток, наверное, благодаря тому, что в свое время создали финансовую подушку, работают как бы на оптимизме, что цена вскоре все-таки вырастет выше 80-90-100, и что наконец-то они увидят точку безубыточности. Но Чек, Джеймс Чек, он отметил, что трудности испытывает не более 5% вычислительной мощности биткоина. То есть не более 5%, можно сказать, грубо говоря, майнеров. И это не так уж много, и ситуация на рынке не похожа на тотальную распродажу. Мы не видим красных вот этих вот соплей, как мы видели на прошлых рыночных циклах. Более того, майнеры это уже не такой весомый фактор, каким он был прежде. Да, по майнерам чуть-чуть добавлю, как будто бы они не совсем капитулируют, не совсем сливают биткоина, а просто входит мнение, что они обновляют оборудование. То есть чуть-чуть наращивают хешрейт. И как раз-таки вот некоторые технические аналитики, в частности VLV, они именно следят за показателем хешрейта. То есть он сейчас немножко подпросел, но как только он начнет расти, это может свидетельствовать о развороте, в принципе, рынка. Василий, но отмечу, извини, что снова тебя перебил, отмечу, что то инвестирование в вычислительные мощности, активное инвестирование, это палка о двух концах. Потому что чем больше новых мощностей, чем больше новых майнеров, пусть даже самых энергоэффективных, пусть даже самых производительных, они все равно привносят хешрейт, а хешрейт тянет за собой рост сложности. А рост сложности, тут логическая цепочка, тянет за собой рост себестоимости и, соответственно, уменьшение прибыли. То есть майнеры, инвестируя в оборудование при текущей цене, ну, в какой-то мере рубят сук, на котором сидят. И поэтому единственный спасательный круг для майнеров, это, конечно же, рост цены. Но, опять же, цена коррелирует с хешрейтом, будет расти хешрейт, будет расти цена. Так что тут без 100 грамм не разберешься. Куда ни глянь, везде все плохо, как будто бы. Вот примерно так я и вижу до рынка. Георгий, а вот для тебя как вот сейчас текущая картина выглядит? Как по-твоему, куда будет двигаться в среднесрочной, в краткосрочной перспективе биткоин? Я, во-первых, услышал слово «стремительный обвал» и подумал, что, нет, конечно же, это не обвал. А на самом деле, даже и коррекцией, прямо вот сильной, назвать это нельзя. Потому что, ну что у нас там было в районе 73, сейчас там 62. Для крипты, для биткоина это ерунда. То есть, это не стремительный обвал, как мне кажется. То есть, это слишком эмоциональное слово. Это, во-первых. Потом, я бы сказал бы еще вот о чем. Мы же видели, что биткоин, в принципе, был уже на этих уровнях, там, какое-то время назад. И потом он дальше отрос вместе с эфиром на новостях, что примут ETF эфир. Ну, там, то есть, помните, да, вот эти новости, когда SEC, значит, одобрила рейтерс там, да. Да. И, соответственно, вырос сильный эфир и подрос и биткоин. И подросли все альты. То есть, собственно, это был такой вот последний всплеск оптимизма. Но подросли они как раз с этих уровней. То есть, сейчас мы вернулись обратно на те уровни, которые были до этой новости. То есть, мы, по сути, просто вернулись как бы на базу. Вот. Это второй момент. То есть, как бы, с этой стороны абсолютно все нормально выглядит. Дальше, если технически посмотреть на график, то видно, что биткоин продолжает находиться в коридоре, ну, условно, 60-70. И пока он в этом коридоре, этот коридор, он, ну, технически, он торгуется, как любая, как бы, любая горизонтальная коррекция. Это сигнал формации на продолжение движения. То есть, технически тоже никаких поводов опасаться сейчас нет. Да, мы около нижней границы, но, тем не менее, коридор пока держится. Вот. Что происходит обычно дальше с эмоциями у людей? Вот, когда этот коридор будет пробит, например, вниз, вот тогда будет максимальная, как бы, эмоция страха. Потому что все, как бы, ну, видят этот коридор, соответственно, при пробитии вниз. Какое-то резкое движение куда-нибудь там в сторону 55, вот куда-то туда. Это будет уже страх. И вот, собственно, в этот момент будет самый хороший момент для покупки. Очевидно, потому что, когда все боятся, тогда и самое время покупать. Вот. То есть, если суммировать вот эту всю историю, то я бы сейчас ничего не делал. Ну, понятно, что если есть какой-то план покупать через DCA на какие-то свободные деньги, конечно, его нужно реализовывать. Но если говорить про именно трейд какой-то удачный, то я думаю, что надо ждать. В целом, я бы не сказал, что плохая возможность для покупки, она достаточно хорошая, но просто может быть еще лучше. То есть, вот если подождать пробой вот этого диапазона вниз, который, ну, не факт, что случится, но если случится, он будет, скорее всего, такой резкий. У многих там стопы стоят и так далее. В нем как раз и будет возможность хорошая для докупки. А так, ну, естественно, я, конечно же, считаю, что биткоин надо покупать всегда, вне зависимости от ситуации. И просто бывает немножко лучше ситуация, немножко хуже. Ну, понятно, да. Вот примерно так, я думаю, в текущей ситуации. Да, еще хотел добавить. Нельзя забывать о том, что сейчас лето. Лето всегда период такой, когда фокус внимания людей уходит от бизнеса, уходит от рынков. Люди там отдыхают, расслабляются, забирают ликвидность, чтобы что-то купить, отдохнуть и так далее. Поэтому вот эта слабость крипторынка сейчас – это нормальная история. Сезоны – это осень, и сезоны – это весна. Вот, собственно, два сезона, когда есть какие-то внятные, как бы, движения, тренды и так далее. Сейчас, скорее всего, будет какая-то болтанка туда-сюда, но не стоит ее воспринимать. Серьезно, лучше тоже отдыхать. Тут вот как раз, пока все вот отдыхают, видимо, немножко людям так припекает. Поэтому высказались два мастодонта, так скажем, рынка стареньких. Это Майкл Сейлор и Роберт Кийосаки. Вот эти два немножко полярных мнений они высказали. Один говорит, который основатель Майкл Стратеджи, что биткоин, как экономически бессмертная валюта, она может дорасти до 10 миллионов долларов. Там много-много факторов, но в том числе он назвал поддержку Китая. Ну, это такие вот громкие заявления, как и громкое заявление Кийосаки о том, что большинству, в кавычках, необходимо продавать биткоин. Ну, он такой не очень большой длинный пост выложил, но немного странный, потому что он обычно призывал всегда, вот, надо докупать, надо докупать, а тут вот вдруг сказал, и если у вас, мол, не хватает решимости, то сливайте. Ну, вот, кстати, интересно спросить у него, а если он рекомендует продавать биткоин, собственно, продавать, а что покупать? То есть ты, когда что-то продаешь, ты всегда что-то покупаешь. То есть если ты просто продаешь биткоин за стейблы, там же точно нету никакого апсайда. То есть стейблы ты можешь удерживать очень долго, но они будут подъедаться инфляцией вместе с долларом США и как бы что, да. Но странно, на самом деле, слышишь, Кийосаки всегда топил за биткоин. Насколько я помню, он специалист по инвестициям в недвижимость, и вот последние несколько лет начал топить тоже за биткоин, поэтому удивительно от него слышать, что надо биткоин продавать. Но странно, странно. Не, причем-то он для себя сказал, ну, относительно себя, он именно сказал, что он придерживает стратегии Уоррена Баффета, в принципе, покупай и держи вечно, и назвал себя этим, как посерийным предпринимателем. Но он там что-то какие-то новые стартапы свои начал шилить, не совсем понятно. Мне больше вот напрягло, что эта новость очень много просмотров у нас на фарклоге собрала, и я действительно надеюсь, что наши читатели к большинству себя не относят, и никто не решил продать вдруг биткоины на этой штуке. Василий, может он имел в виду Кийосаки? Может он про слабые руки, да, наверное, говорил. Но я вот не понял. Да-да-да, я имею в виду, что, возможно, продадут все, кто купил дешевле, и увидят возможность сделать там X2, допустим, и не будут его держать вечно, как это делает микростратегия Майкла Сейлора и сам Майкл Сейлор, скажем. Может быть, он это имел в виду. Почему Майкл Сейлор не продает ничего? Потому что он просто берет, собственно, деньги под залог тех активов, которые у него есть в биткоине. И, в принципе, если у вас есть необходимость, как бы, получить какой-то кэш, то вы можете это сделать, не продавая биткоин. Это можно сделать, отдав его в залог и получив стейблы, соответственно, против этого залога. То есть есть протокол ТОР, например, ну и так далее. Да, типа как лендинговый протокол Дефай, да. Ну, можно провести аналогию. Да-да-да, для биткоина же есть Торчейн. Вот они позволяют это делать. Я, честно говоря, правда, не пользовался ими сам. Но, насколько я знаю, они позволяют как раз уничтожить механизм, когда ты под залог биткоина берешь стейблы. Интересная аналогия микростратегии с каким-то мейкером, да? Мейкер Дао, Дефай. Прикольно. А не, ну а что они делают? Они же просто берут и выпускают облигации от залог биткоина. То есть, по сути, они делают то же самое. Да-да, я случайно ловил, да. Интересно. Просто я не задумался даже. Я, в общем, к чему это все вел? К тому, что оба вот эти подзаявления, они все достаточно громкие какие-то. И максималистичные, как по мне. А вот именно такой период рынка, это людей очень-очень пугает. И действительно, приходится торговать на новостях, а не на факт. Я бы на самом деле попугался больше владельцам альтов, ну вот такого широкого рынка альтов. Потому что, в отличие от биткоина, который в целом держится достаточно хорошо, и там нет никаких вообще поводов его продавать. Потому что, ну как я объяснил технически, он выглядит просто прекрасно. А вот широкий индекс альтов, он, как вот последний раз, когда я на него смотрел, я смотрел на него с грустью, и большинство альтов чувствуют себя очень плохо. То есть, они не только не растут, но они упали на те уровни, на которых они были до, собственно, до всей истории с биткоин ETF, до всей истории с ростом, которая вот была в начале года. И причем это, ну, достаточно такие интересные проекты, DeFi-проекты и так далее. Понятно, что есть альты, которые выросли, но их, во-первых, а, немного. Во-вторых, это альты, ну, в основном это мемкоины какие-то, и вот такое. Поэтому, ну вот, биткоин сейчас выглядит очень хорошо по сравнению с всем остальным, даже по сравнению с эфиром. Сиронизируя, что торговля биткоинами, торговля альтами, это уже прошлое, сейчас в моде премаркеты. Премаркеты, я все-таки написал образовательный материал, карточки о премаркетах, что это такое. Подробности прочитаете, это очень полезно знать, потому что эта штука набирает стремительную популярность в последнее время. И это во многом связано с побальным увлечением аэрдропами, то есть с дрэпхантингом. А ведь действительно многим интересно, по какой цене будут торговаться причитающиеся им монеты. Люди, которые там имитировали экономические активности в разных новых протоколах. Ведь весьма любопытно порой взглянуть и самим на тот же самый Уэллс Маркет. Это децентрализованный премаркет, и там можно посмотреть, какие сейчас котировки на, скажем так, у Эйгин Лэйр. Ведь сам Эйгин Лэйр монеты, жирный такой проект рестейкинга, они-то не торгуются, ну, на нормальных, как бы, биржах. А вот на премаркете можно торговать, как бы, несуществующими активами. Может быть, их можно назвать деривативами, да, потому что это явно не монеты, как бы, это что-то очень эфемерное. Будем называть их деривативами, окей. Но, с другой стороны, цены на премаркете, как и на традиционных рынках, они существенно влияют на будущее котировки, скажем так, уже реальных активов, которые рано или поздно начнут торговаться на популярных биржах. И, кстати, на премаркетах торгуют не только, как бы, несуществующими монетами, как бы, деривативами, да, на эти монеты, а еще так называемыми баллами лояльности. Это вообще что-то очень эфемерное, спекулятивное, поскольку эти баллы лояльности, они далеко не факт, что в итоге конвертируются в реальную криптовалюту в будущем. То есть, я думаю, что всем понятно, что торговля на премаркете – это крайне высокоспекулятивная штука и сопряжена со всевозможными рисками. Но, с другой стороны, современные децентрализованные платформы вроде Whales Market, они устраняют риски контрагента. И это уже, как бы, большой плюс, потому что платформа использует смарт-контракты для проведения, ну, это внебиржевые сделки, это P2P внебиржевые сделки. Не нужно кого-то искать там по разным форумам, кто хочет там продать баллы лояльности, договариваться, потому что все очень хорошо автоматизировано и все очень хорошо продумано. И все происходит permissionless, то есть, без всяких там ограничений с любой точки мира. Ну, в общем, ребят, если вам интересно почитать, что это такое, даже если вы не хотите, не будете торговать на премаркетах, все равно я вам советую ознакомиться, что же это такое, о их преимуществах и недостатках. Но на премаркете, кстати, недавно перестал торговаться по естественным причинам Blast. А почему он перестал торговаться? Потому что проект, наконец-то, насыпал AirDrop Blast, провел AirDrop. И что ж тут сказать? Похоже, что раздачи на сотни и тысячи долларов за пару транс с около нулевой стоимостью мы уже больше не увидим, прошла эпоха. То есть, не будет уже таких жирных дропов за пустяковые операции всеми и каждому, как в свое время сделали ранним последователям Uniswap, OneInch, D-YDX. Сейчас, чтобы получить хотя бы пару сотен баксов, нужно воспользоваться мостом, расчейн мостом, внести ликвидность в различные пулы экосистемы, проявить еще кучу различных активностей, потом немало средств уложить в протоколы, а это уже риск. А еще куча всяких подписок на Twitter сделать через Galaxy, вступить в Discord, а сами же-то транзакции, ончейн транзакции, имею ввиду, сопряженные со сжиганием комиссии, и может быть такое, что вы потрачите кучу денег и времени, но так и не попадете в белый список. Зато, самое обидное, вместо вас туда внесут мультиакера, который буквально озолотится. Такие вот времена. Василий, ты вот что получил за дропбласт? Знаю, ты внес столько же, сколько и я. Это там смешную сумму. Ну а получил такие же смешные деньги, гораздо меньшее деньги, чем наши смешные суммы. Ой, меня этот бласт, он меня вообще затроллил по максимуму, по-моему. Я, да, я там внес, ну, не то чтобы много, ну, баксов 30 еще вот, когда они только-только мост запустили в эфире. Ну, пожег там еще примерно столько же на комп 100 туда-сюда это перекидывал. Потом еще, когда запустился мост, ой, точнее, когда они вот запустили мейнет, я из моста перекидывал тоже там, дофига, по-моему, стоило. Но я подождал, конечно, но вот баксов 30 я тоже отдал. Короче, на весь этот бласт суммарно я потратил, ну, около сотки, да, на все комиссии. И какого же было мое удивление, когда мне насыпали там 0,02 бласта, при том, что он сам стоит вот сейчас 2 цента, по-моему. И вот смешная надпись мне вылезла, которая типа «Claim your zero blast». Ну, это вообще очень смешно. Предложили привязать там Twitter, предложили пройти верификацию. Я отказался, конечно. Мне пару сотен насыпали. Я старался не пропускать разные активности. Был подписан там на разные телеграм-каналы, где там пройдите то, пройдите то, вступите туда, вы наберите баллы, там, ну, накопите поинты, пригласите друга. Мне насыпало что-то там пару сотен каких-то там бластов, да, и я посчитал там по 2 цента за один бласт, и это оказалось что-то в районе 5 долларов. Но чтобы вывести этот бласт, и вот я принципиально решил пройти всю эту канитель, чтобы потом еще, ну, и новость на сайт написать, как это все происходит, чтобы, ну, с наглядными скриншотами для наглядности, чтобы читатели понимали, о чем речь. Там, значит, да, сначала нужно твитнуть, потом установить приложение на телефон, которое еще пока не рабочее приложение на телефон. На телефоне оно покажет какие-то 4 слова, ты должен ввести эти 4 слова. А, а с самого начала ты еще должен посмотреть принудительно видео о том, какой распрекрасный этот проект. Ну, в общем, какое-то как издевательство. Да, на самом деле жуть, Георгий, вот мы тут немножко заболтались, но давай чуть назад вернемся. Как ты вообще к феномену премаркетов, в принципе, относишься? Как ты думаешь, могут ли они влиять на реальную, на будущую цену токенов, или это как-то все сепарировано происходит? Сложно сказать, насколько они прямо, вряд ли могут влиять. Я думаю, что премаркет, ну, это как бы действительно, это деривативы, то есть это некие ожидания того, как сколько будет что-то стоить. Но цены устанавливают, собственно, сам проект, собственно, устанавливает цену с маркетмейкерами, то есть они уже имеют некий диапазон цены, по которой они готовы котировать тот или иной токен, ну, соответственно, токен, который выходит. И здесь возникает вопрос, собственно, какая-то цена может быть, и есть некое ограничение, то есть они должны иметь возможность поддерживать цену в этом диапазоне. То есть если ее будут продавать, они должны примерно рассчитать, то есть насколько будет сильная продажа, то есть насколько будет навес продавцов, и, соответственно, быть готовым встретить этих продавцов своими ордерами на покупку. Вот, то есть я немножко такую кухню маркетмейкеровскую рассказываю. А что касается премаркета, то, наверное, есть люди, которые более-менее приближены, и они примерно понимают, где примерно может быть этот токен на выходе, уже при выходе, какая цена его может быть. Вот, соответственно, премаркет – это нормальная абсолютно история. Я так, насколько я слышал, я, конечно, не очень сильно в это погружаюсь, но в случае Бласта, по-моему, те, кто продавал, он продавал, как это называть, фьючерсы на Бласт, они, конечно, заработали очень хорошо, а те, кто покупал, они остались в дураках. Ну и, в общем-то, все логично, то есть действительно это рискованная история. В целом, по поводу аэрдропов и вот так подобного плана денег, как бы сейчас очень модно стало охотиться за ними, там фермы какие-то заводить мультиакеровские, да, то есть это ставить на такие широкие рельсы. А я думаю, что эта история будет потихоньку уходить в прошлое, потому что изначально же цели были благие, то есть привлечь пользователей, но не в интересах проекта привлекать пользователей, которые делают там по тысяче аккаунтов, и они используют проект просто потому, что они пришли для другого, они пришли заработать кучу денег. Эти деньги кто-то должен им заплатить. Не бывает просто так, как бы денег бесплатных, да. И проект изначально понимает, что ему придется заплатить какие-то деньги, в том числе тем игрокам, которые пытаются вот его таким образом обмануть. Вот, поэтому раньше, когда это было не так известно, там действительно можно было получить большие аэрдропы, даже просто вот, ну, если ты обычный человек, не ведешь кучу аккаунтов. И я помню, получил, я в свое время очень удивился, когда я получил от Uniswap аэрдроп, потом от OneInch аэрдроп, это были, ну, достаточно интересные деньги на тот момент. И я помню, я писал по стыке, говорю, вот, бесплатный базовый доход в крипте. Пожалуйста, просто будь в крипте, и все. При этом я, естественно, ничего не делал для того, чтобы это получить, то есть я просто там пользовался Uniswap, пользовался OneInch, и мне как бы насыпано. И с тех пор я, в принципе, ну, так же действую, то есть я специально никогда не использую какой-то протокол для того, чтобы получить аэрдроп. Ну, просто потому что слишком много неопределенностей, слишком много действий сейчас надо сделать. И те деньги, которые ты получаешь, это, как правило, ну, небольшие деньги. И самое главное, эта вещь, она не масштабируется. То есть если ты потратишь время и усилие на изучение, там, допустим, опционного рынка на крипте, там, как использовать инструменты, там, сложные, типа, опционов, того же трейдинга, какие-то вещи, которые тебе будут помогать лучше принимать решения. Это все история, которая, как кирпичик, она поможет тебе в будущем быть более успешным. А если ты будешь изучать конкретный проект, как его обмануть, там, как завести миллион аккаунтов, то, ну, это немасштабируемая вещь. Как в конкретном случае ты можешь этого достичь, но в перспективе такие проекты, во-первых, их будет там, они будут уже другие, там, будет уже все по-другому, то есть это не долгосрочная история, это история, как бы, краткосрочно срубить какую-то денежку. Поэтому я рекомендую всем, кто думает, собственно, чем же заняться в крипте, как раз рассчитывать и фокусироваться на тех вещах, которые могут в долгосроке помочь вам вырастить капитал. Аэродропы — хорошая история, но она, как бы, проходящая. И рассчитывать на нее, как на какое-то вот умение у тебя появилось, там, аэродропы получать, ну, это, на мой взгляд, не очень дальновидно. Очень интересная позиция, и очень интересная, что насчет масштабируемости, что да, лучше не разминиваться по мелочам, а делать действительно вещи с заделом на будущее. Очень много сейчас людей, в моем, по крайней мере, вот кого я читаю, очень многие сфокусированы на как раз там получениях этих аэродропов, на обучении других, получению аэродропов и так далее, и так далее. То есть здесь получается уже, я думаю, что даже по этому показателю уже будет, уже ясно, что вот эти активности, они будут все менее и менее прибыльные. То есть это, ну, закон рынка. Как только что-то становится доступным всем, как правило, прибыльность очень сильно падает. То же самое с майнингом, то же самое, ну, с любой информацией, которая распространяется. Закон всегда один. Поэтому, ну, вот, еще с этой точки зрения, мне кажется, это не очень перспективно сейчас. И, конечно же, будут и разочарования, что вот я старался, ввел там кучу ботов, туда-сюда приджил деньги, залил кучу всего, а получил на выходе пшик. Ну, как бы, вот так. Уже хочу, не могу, перейти к рубрике «Надо было покупать». Какие монеты на прошлой неделе показали самый значительный рост? Что мы тут выделить можем? Каспу на 26% недельный прирост. На фоне новости того, что майнинговая компания «Мирафон Диджитал» начала добычу монеты. Растет «Солана» на фоне новости заявки на ETF на 10%. Ну, «Тон» показал восьмерку. Тут как раз новость прошла, что предложение из «ДТ-сети Тона» превысило 500 миллионов долларов. Да. Что еще? «Пепа» 10%. И на этой неделе отметились огромной волатильностью различные полифай-токены, связанные с политическими деятелями. В частности, все-таки «Мага Хэт» показала 31% и «Токен Трамп» на 11% вырос. Вот если у вас есть, ребята, что добавить еще, в принципе, я так посмотрела не особо что-то стреляло. наткнулся на какую-то картинку, где проследили доходность секторов крипторынка за последние... Ну, за полгода. И там, ну, что-то там где-то AI немножко выросла, ну, RWA, и огромный-огромный такой столбец у мем-токенов. Я, откровенно говоря, не помню, чье это было исследование, но забавно. Отражает, конечно, суть последних месяцев. Я, если честно, думал, что про мем-токены мы еще не вспомним давно, я думал, это вся лихорадка прошла вместе со спадом с таким рынком, но, видимо, нет, люди вон выборы обсуждают, маг всяких покупают. Ну, лак им в руки, в принципе. Ну, я думаю, мем-токены с нами надолго, как и таполки. Вот уже власти Ирана начали давать свои какие-то не очень радужные прогнозы по отношению к различным играм-кликерам. В частности, в Иране увидели во всех вот этих вот тапоках руку запада. Сказали, что это такое орудие мягкой войны для того, чтобы отвлечь внимание граждан Ирана от приближающихся выборов, чтобы сместить их в вектор внимания и не дать выбор достойных кандидатов, чтобы не программы читать, а на хомяка нажимать. Вот. Туда же присоединились различные религиозные ученые, да, там 97-летний какой-то ученый сказал, типа, не лезьте вы в этот виток, но я вот точно скептически не буду ничего и говорить, но это, мне кажется, абсолютно нерелевантное замечание от неосведомленного человека, если мягко выражаться. Вот. Присоединились различные государственные издания точно так же к осуждению всей вот этой вот волны ажиотажа вокруг кликеров. Сказали, что вы просто не хотите работать нормально, а все, что вам нужно, это получать богатство без усилий, при этом, очень удивительным образом, эти госсми обошли стороной все существующие внутренние, уже многолетние проблемы экономические внутри Ирана, отсутствие рабочих мест и инфляция, да, то есть, вообще беда, но главная проблема, конечно же, у нас кликера. И здесь также выступил с заявлением Узбекистана, который, как мы помним, несколько недель назад уже отметился тем, что посадил на 10 суток административного ареста, дал студенту, который продал ноткоин, но они там больше докопались от того, что обмен был произведен на незарегистрированной платформе, потому что работать в Узбекистане легально могут только фирмы, прошедшие регистрацию, получившие лицензию, а он менял неназванной без лицензии платформы. В общем, да, лишили его карты, лишили телефона, посадили на 10 суток. И сейчас, поскольку появились вопросы у тапольщиков, что вообще происходит в Узбекистане, что он нам делать с нашим ноткоином, что делать с хомяком? Ну, ноткоин хотя бы на рынок вышел, да? А вот у хомяк пока даже непонятно, что с ним там будет. Кстати, мы выпустили материал про хомяка, попытались разобраться в феномене новые таполки. Заходите к нам на сайт, почитайте, может быть, узнаете что-то новое. Бабушке своей скажите, она, наверное, тоже в курсе за эту тему. Короче, Узбекистан что сказал? Пока что токены хомяка не существуют как таковые, и они не входят в нашу зону ответственности и не находятся под нашим контролем. И, в принципе, мы их не можем расценивать как криптоактивы, поскольку они не выпускаются ни в каком блокчейне. И также не можем относить их к категории play-to-earm, да, типа, поскольку нет обеспечения и какой-то реальной полезности пока что монеты. Так что очень прохладно относится власть Узбекистана и, соответственно, ничего конкретного сказать насчет этого не могут. А вот Notcoin вполне себе конкретно сжег 3 миллиона долларов эквивалент невостребованных токенов Not. Снова они нам привели статистику, что после аэрдропа 94%, даже больше, миссии Not находятся в руках 11,5 миллионов людей. И туда же всякие трейдеры, майнеры, стейкеры, которые могли выбрать разные формы вывода своих средств, чуть более 5% остается на руках у команды для целей дальнейшей разработки. И в Notcoin также посчитали, что они, в принципе, распределили за эту всю раздачу более 2,5 миллиардов долларов, что превышает совокупные показатели аэрдропов за косинкой Layer Zero. А, еще 42 миллиона получили дополнительных бонусов различные игроки, которые обладают голд и платинным статусом в игре. Так что вот, такие новости. Георгий, к тебе вопрос. Всех спрашиваем, у нас расходятся эксперты во мнении, кто-то говорит, что это предятельно, кто-то говорит, что это классно продвигает крипторынок для пользователей, которые вообще в нем не шарят и это здорово поможет дальнейшему масс-адопшену. Как ты относишься к таполкам, тапол ли сам и веришь ли, что хомяк повторит успех ноткоина? Ну да, на самом деле феномен очень такой интересный и последний, буквально вот последнего времени настолько интересный, что мы даже в тайме тоже подумали вот с моим кофаундером, а что если действительно тоже сделать вещь, шла не о таполке, но по крайней мере сделать приложение в сети Тон. Собственно, у нас DeFi-приложение, которое позволяет выставлять лимитные ордера с доходностью, то есть это такой чисто финансовый инструмент для получения пассивного дохода и мы действительно объективно говоря очень верим в экосистему Тона, потому что видим, что там действительно есть очень сильная синергия с user-base Telegram, которая, собственно, ну по крайней мере, как они говорят, это 900 миллионов человек, это очень много и действительно удобно очень перейти сразу в Wallet и в Telegram и посылать деньги, что-то делать, играть в какие-то игры и так далее. Но единственное, у нас дальше планов это не пошло никуда, потому что в итоге поняли, что технически все-таки пока децентрализация у них не так хорошо, как нам хотелось бы, то есть все-таки у нас децентрализованное приложение, не кастодиальное, и сделать подобную историю в сети Тон, это все-таки ну на текущий момент, по крайней мере, как нам дали заключение, не представляется возможным, а делать просто что-то из серии там нажми на кнопочку получишь токен, все-таки это не наша аудитория, потому что у нас больше такая, ну достаточно серьезная публика. Аудитория таполок это примерно такая же аудитория, как и аэрдропы, за исключением того, что с аэрдропами нужно немножко понимать, хотя бы как это все устроено, хотя бы чуть-чуть, а с таполками не нужно, то есть ты можешь просто кликать и ничего про блокчейн не знать. И ну аудиторию эту можно описать как, наверное, люди, у которых много времени, но нет денег, да. То есть это не совсем та аудитория, которой там я принадлежу и на которую рассчитан наш продукт, поэтому несмотря на всю привлекательность, мы решили внедвигаться дальше с этим. Но при этом я понимаю прекрасно, что большинство людей действительно люди, у которых как минимум есть время, но мало денег, и поэтому вот такие штуки, они обречены на успех, на мой взгляд, они, конечно же, приводят аудиторию. Кто-то из тех, кто тапает, сконвертнется и начнет пользоваться какими-то более продвинутыми сервисами, кто-то просто поиграется и забудет, и ну каждый новый продукт, выходящий в этой категории, конечно же, будет менее популярен, потому что, естественно, их будет выходить как бы очень много, все же видят успех NotCoin, успех Hamster Combat и так далее. То есть сейчас этих продуктов будет миллионы, ну и, естественно, интерес потихоньку будет затихать. Но, тем не менее, это хорошее явление. Все, что что-то новенькое, все, что позволяет сделать деньги из ничего, для публики это хорошо, потому что очень большой спрос на такое. Большинство людей действительно ну работает, ну как бы вот возьмем и Россию, и какие-то другие страны там, очень много людей просто работает на каких-то ну на должностях, где платят не так много, и, словно говоря, там тапать, чтобы получить несколько сотен долларов, это, в принципе, является нормальной такой, как бы альтернативой. Вот сидит там сторож какой-нибудь, почему бы ему не тапать, или таксист. То есть это, ну, нормальная история. Предлагаю так более реальному масс-адопшену чуть-чуть переключиться. Мы уже вскользь упоминали эту тему, но все-таки хочу чуть-чуть пошире ее оплатить. Тут рейтерс рейтерс сообщают, что листинг эфириумного ETF произойдет 4 июня. Это они со ссылкой на источники из агентства, из аминитетов сообщают. И, в принципе, эта дата сходится с прогнозами всяких аналитиков, в том числе биржевого аналитика Bloomberg Эрика Болчунаса. Сам глава SEC на одной из конференций Bloomberg не захотел делиться подробностями о сроках, но сказал, что все, в принципе, проходит гладко, и скоро мы их увидим. Есть еще несколько факторов, которые говорят о скором запуске. Это там One Egg подала форму 8A, это которая позволяет торговать, начать торги на биржах после листинга. Ну и по мелочи дополняют документы другие эминитенты. В принципе, какой-то странный фон сейчас идет от этих ETF, потому что некоторые аналитики, в том числе Бернштейн, прогнозируют, что спрос на ETH ETF будет гораздо меньше, чем на биткоин вплоть до 15-20, наверное, процентов от объема от AU Bitcoin ETF. Не все согласны, кто-то прогнозирует, что наоборот, в принципе, эфир это такой продукт интересный для инвесторов, для институциональных, поэтому он обеспечит, в принципе, и приток там 15-20 миллиардов. Ну и, соответственно, после запуска кто-то прогнозирует, что эфир сам дорастет до 6500 примерно за год. Ну и так же, как мы уже упомянули, тут неожиданно Ванек подала заявку на спотовый салан на ETF. Тоже интересный прецедентик, думаю, это сейчас все закрутится, завертится. Да, это вот последняя новость была как раз, что вот они буквально вчера или сегодня подали на ETF салан, да. Я вот не ожидал, если честно, я думал, это еще оттянут, подождут, пока запустят эфир фонды, но нет, видимо, ребята хотят по полной нагрузить СЕК, зашивает в NER. Хотя он, наверное, даже не трогает эти криптовалюты, перекидывает на кого-то другого. Георгий, а ты вот как оцениваешь импакт от будущего эфира ETF? Я думаю, что импакт будет, я не думаю, что он будет таким, как вот там говорят аналитики, не помню, кто сказал, там 15%, нет, конечно, я думаю, что минимум процентов 30-40, вот, наверное, вот так, не меньше. Почему? Потому что, во-первых, ETF по биткоину он вызвал большой интерес и это определенного рода публика, которая, соответственно, готова инвестировать в криптоактивы. Просто они ждали удобного момента инвестирования. Если они готовы инвестировать в криптоактивы, они будут инвестировать в эфир так же, как и в биткоин. Может быть, ну, непонятно, не в том объеме, но в каком-то объеме точно будут. И этот объем вряд ли там 10%. Вот, поэтому я думаю, что ETF на эфир будет с достаточно успешной историей. Конечно, он не будет таким же успешным, как история на биткоин, потому что там был элемент сюрприза очень большой. То есть, почему так начала сильно расти цена и почему там сильно сменился сантимент, это то, что никто не ожидал такого притока большого ETF на биткоин. То есть, там, если помните, на ожиданиях цена подросла, это где-то был там ноябрь-декабрь, даже так, декабрь, январь-февраль. Вот, к концу февраля цена опять упала, как только его уже одобрили, то есть, люди зафиксировались на ожиданиях, точнее, на фактах уже зафиксировали. И потом начался вот эта вот сильная волна роста, которая произошла от того, что никто не ожидал такого успеха. Вот, с эфиром, по крайней мере, уже люди готовы, что может быть тоже весело. Вот. Я думаю, что это позитивный фактор. Ну и, кстати говоря, вот хотел сказать для ваших слушателей, наших слушателей, может быть, тоже такой совет. Мне очень многие люди, вот, с которыми я разговариваю, говорят про инвестиции в токены, и они забывают именно про биткоин, про эфира и пытаются инвестировать в какие-то там, ну, условно, шиткоины, мальткоины. И это, на самом деле, очень неправильная, на мой взгляд, стратегия в долгосроке. Потому что, да, с эфира, может быть, и с биткоина не сделать 10x, но вероятность того, что вы потеряете эти деньги, она минимальная, то есть, ее практически нет. Эфир, биткоин, это уже, ну, с внедрением ETF, это уже, как бы, ну, инструменты мирового уровня и мировой признанности. А вот с альтами в долгосроке, как правило, люди теряют деньги, и я уже несколько циклов наблюдал, наверное, вы тоже, когда в каждом цикле растут новые альты, а старые остаются где-то там же, где они были, и по сравнению по отношению к биткоину, по отношению к эфиру, они все падают. Поэтому, ну, большинство, почему так делает? Потому что, небольшой капитал, и, ну, что там, на тысячу долларов сделать 2Х, неинтересно, да, интересно сделать 10. Но, в корне, это стратегия порочная, то есть, лучше потихонечку докладывать в биткоин эфир и на просапках тоже докладывать и так далее, и так далее, и так далее. Просто надо понимать, что эти деньги должны быть не те, которые вы будете вынуждены вытащить в какой-то момент, когда их там не станет, станет не хватать, да, то есть, эти деньги должны быть долгосрочными, то есть, на несколько лет, на 3-5 лет. А вот, просто, ну, я, на самом деле, очень много вижу историй, как люди теряют на альтах и разочаровываются и так далее, либо теряют на биткоине, но потому что они вынуждены там, фиксировать убыток в самый неподходящий момент. Поэтому вот хотел донести до слушателей, что лучше вот такой подход, чем пытаться зайти в какие-то альты, которые еще, ну, не все понимают, какие из них, что делают и так далее. То есть, гораздо проще ошибиться с альтами, чем с биткоином и эфиром. Здесь, как раз, мне кажется, придется заводить дополнительную рубрику «Беды с стейблкоинами», помимо всех прочих. А если мы говорим за альты, да, за биток, и стейблам неспокойно. Что происходит в Арабских Эмиратах? Там, в начале июня Совет Директоров Центробанка подготовил и подписал поправки к внутреннему регламенту по регулированию стейблов и постановил, что подобное активы должны либо быть обеспечены андерхамами, не могут быть привязаны к другим валютам. Либо же это должны быть какие-то зарегистрированные зарубежные платежные токены. Юристы ознакомились подробно с этим документом и посчитали, что все это приведет к резкому ухудшению среды криптовалютного для криптовалютного рынка. В стране еще они указали на то, что там очень слабая поддержка именно сообщества и нет каких-либо отраслевых ассоциаций, которые могли бы встать на защиту индустрии. В целом, как объясняют юристы, это может привести к тотальному запрету оплаты в криптовалютах на территории государства. Ну и в целом противоречит заявленной поддержке инвестиций различной и поддержке веб-3 инноваций. Вспомнить здесь уместно то, что с 30 июня вот-вот через пару дней на момент записи наступит у нас вступит в силу МИКа в ЕС, которая тоже предусматривает жесткие требования к эмитентам стейплов, в частности предлуждают их получать лицензию в компетентных органах на территории стран, где они будут оказывать свои услуги и соблюдать требования в части по обеспечению стабильности. Я, Георгий, хотела вас спросить, насколько ужасна вообще ситуация, что будет со стейблкоинами, неужели стоит ждать не знаю делистинга в ЕС, USDT. Насколько мы близко к этому? Ты вообще в МИКе разбирался? Нет, не разбирался. Я думаю, что это не суперважная информация для людей, кто занимается крипторынком, потому что в ЕС традиционно, как и в США, по-всякому пытаются давить крипту, тем более, что ЕС всегда славился своим консерватизмом и бюрократией в числе финансов. Вы же знаете, что там даже наличные, больше определенной суммы, если у тебя найдут, допустим, 30 тысяч евро, то это, можно сказать, уже преступление. То есть, ты должен будешь объяснять, куда у тебя эти деньги. То есть, что касается сейблкоинов, ну, тут вообще понятное дело, что это для них еще как бы более проблемная история. И, на самом деле, у меня есть пара аккаунтов банковских, в европейских банках, необанках, и там, если ты получаешь перевод с какой-то криптобиржи, все, у тебя могут заблокировать аккаунт. Вот, революция, например, относится к таким сервисам. Вот, а что касается Объединенных Арабских Эмиратов, тут, как бы, дело в том, что рынок этой страны, он сам по себе не очень большой. Он, да, он богатый, там есть действительно богатые люди, но он небольшой, поэтому те компании, которые переезжают туда и создают там свои штаб-квартиры, они, как правило, работают на мир. А все правила, которые Саудовская Аравия, УАЭ, там, они все применяют к себе, они относятся только на территории вот именно этой страны, поэтому такие крупные компании, как вот Deribit, опционная крупнейшая биржа, которые сейчас туда перенесли свой Headquarters, для них это будет некритично, потому что они работают на весь мир. Так же, как Израиль, то есть, допустим, финансовые сервисы в Израиле какие-то определенные оказывать нельзя, услуги оказывать нельзя, но при этом оттуда можно вполне работать на весь мир без всяких проблем. То есть, то, что работает на весь мир, у них они как бы запрещают. Тут, допустим, какие-то деривативы они запрещают, но если ты сидишь в Израиле и работаешь на весь мир, никаких проблем нет. Так что, как будто бы никаких серьезных проблем я не вижу в этой сфере. Все будет, скорее всего, хорошо с некоторыми там оговорками. Ну, подытожить наш подкаст хочется не совсем новостью из мира криптовалют, но близкой нам, моим коллегам, журналистам, суд США на острове Сайпан одобрил сделку, предусматривающую освобождение основателя Микки Ликс Джулиана Ашсанджа в обмен на признание вины. Что сказать? Ну, признал он одно обвинение из 18 в нарушении там какого-то закона о спионаже в США и его отпустили прямо в зале суда, потому что он до этого сидел 5 лет в тюрьме в Великобритании. Напомню вообще, что за персонаж, вдруг кто не знает, это такой человек, который в 2012 году слил секретные документы на сайт Вики Ликс из Минобороны США и других секретных служб о войне в Афганистане, в Ираке и прочие неприятные подробности. Скрывался в посольстве в Великобритании, там 7 лет он прожил, потом посольство Эквадора отменило ему убежище политическое и его посадили в тюрьму британскую. И вот сейчас вышел. Стоит упомянуть из криптовалютного в этой истории, что Ассанж Дао там насобирал очень много денег на поддержку собственно самого Ассанжа и свободы так скажем слова токена Ассанж Дао тоже там когда его освободили вырос по-моему на 80%. Ну интересно, интересно и сама новость на фоне вот его происходящего в принципе в мире не только на криптовалютном рынке очень приятно достаточно Но конечно все-таки вопросы о свободе слова возникают раз он признал вину Но как говорится лучше семье домой в Австралию уехать чем еще сидеть по каким-то там посольствам Что вы ребят думаете об этом? Что вам сказать? Молодец Мы очень рады что он вышел Конечно история сама очень печальная поскольку он сидел там по-моему больше 10 лет то есть представляете 10 лет провести в рамках запертым в какой-то ну понятно что это не тюрьма но тем не менее это все-таки ограничение свободы и одному человеку в мире я бы это не пожелал а главное что в общем-то пострадал он за правду мы все же это понимаем поэтому да прекрасно что он вышел и действительно могло бы закончиться гораздо хуже и кстати мы не знаем чем дальше закончится надеюсь что все будет хорошо потому что все-таки у американских спецслужб и людей которые там дергают за ниточки у них руки длинные посмотрим надеюсь все будет окей но в целом да приятная новость и очень хорошо что как бы получилось так что по иронии судьбы он уже принимал в биткоине донаты и соответственно потому что мы запретили доступ к финансовой системе полностью еще там давно и соответственно надеюсь он стал мультимиллионером после того как биткоин вырос в общем можно будет порадоваться по крайней мере это компенсация за его страдания которую он очевидно испытал сидя за забором в посольство ну на этом будем тогда заканчивать спасибо Георгий что пришел напомню это был Георгий Вербицкий профессионал в области синтех и инвестиций основатель стартапа таймио коллегам моим Леной и Саше спасибо большое услышимся на следующей неделе пока-пока пока-пока спасибо всем ребята пока следите за новыми выпусками читайте фэрклог всем пока услышимся в июле вы слушали подкаст надо было покупать от журнала фэрклог встретимся через неделю до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч ि украшенных картинал пока на всех украшенных Продолжение следует...